Сегодня Замалазийцев вновь, вы уже слышали, кричат здесь в Базеле, но в первом сете, видите, они повели 11-8. Выиграли перерыв, пока такая равная игра. Понятно, что Йенс Эриксон и Лунгард Хансен вынуждены что-то предпринимать, хотя у них есть такой классический вариант датского бадминтона в их активе, и они надеются, что всю вот эту лихость малайзийскую четкими схемами и безупречной обороной им удастся разбить. Посмотрим. У сетки наиболее опасен Кьен Кит Ку, да и вообще, по-моему, по-азартнее Ку в этой паре. По-моему, он и является таким главным заводилом в этой компании. Замалазийский тренер, 11-30. Я уже рассказывал о том, что Ку играл, не Ку, а Тан играл с другим малайзийцем вплоть до еще вот там три месяца тому назад. И были они даже в двадцатке в мире, но вот решили малайзийские тренеры поставить группу Ку и Тан, ну и вот началось. Видите, сейчас уже одна победа может быть за другой, потому что All England, а это не официальный чемпионат мира, малайзийцы выиграли. Двенадцать-четырнадцать, Эриксон на подаче. Неувядающий Эриксон. Эриксон в паре, и Кеннет Йонасон в одиночке. Это такой главный на протяжении последних десяти лет актив Датчан, но блестяще играет Мартин Лундер Хансен. Находит, видите, свободное место у малайзийцев и отправляет четко Валан именно вот в этот маленький прямоугольничек, где пересекаются коридоры. Тринадцать-четырнадцать. Надо догонять Датчанам. Обмануть, видите, Йонсу Эриксону на подаче уже Ку, но в конечном итоге малайзийцы получили очко. Пятнадцать-тринадцать. Реакция феноменальная у малайзийцев. Я думаю, что вы даже за эти несколько минут уже могли в этом убедиться. Попал. Попал Тан. На отмашь вот так вот широко и размашисто играют малайзийцы, но при этом, видите, попадают. Так было в Бирмингеме неделю назад. Так же Ка и Фу, казалось бы, очень четко и грамотно играли, но были просто разбиты и сметены малайзийцами. Шестнадцать-четырнадцать. Субтитры сделал DimaTorzok